МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире проект канала ОРТ «Уютные вещи» и с вами я, Виктория Щелкуна. Сегодня я хочу предложить вам сделать необычную открытку магнит техники-ассамбляж. Эта техника интересна тем, что она собирательная. Чем больше вы найдете ненужных вещей дома, тем интереснее будет ваша работа. А вы знаете, почему магнит назвали именно так? По одной из легенд, первые залежи этого чуда природы нашли в греческой области магнисии. Местные прозвали его камень из магнисии или, проще говоря, магнит. Однако есть и более романтичные наименования. Представители одной из древнейших культур китайцы называли магнит не иначе, как любящий камень. Итак, приступим. Для этого нам понадобится, прежде всего, конечно, сам магнит. Есть он листовой, я отрезала от него просто кусочек. Картон 10 на 10 сантиметров, краски, инструменты, но и, конечно же, сам декор. Это то, из чего состоит вся эта техника. Сегодня я воспользовалась небольшими шурупами, ключиком, цепочкой и небольшие вырубки. Это идут элементы декора для скрабукинга. Для этой техники они тоже подходят. И еще вот небольшой кусочек фатина. И мы будем декорировать фон нашей открытки. Для этого мы берем немного клея и аккуратно наносим на всю картонку. После того, как нанесли клей, аккуратно сверху приклеиваем фатин. Это придаст небольшую фактуру. И оставляем сохнуть на минут 20-30. Когда все это подсохнет, обрезаем фатин по периметру. Теперь приступаем к самому интересному. Будем формировать саму открыточку. Сначала разложим все, посмотрим, как это будет выглядеть. Слишком много и лишнего в этой технике не бывает. Примерно запоминаем, как все это лежит. И аккуратно начинаем приклеивать. Если предметы тяжелые, как, например, шурупы, или вот такой вот ключик, нужно наносить побольше клея. Здесь пойдут в ход даже маленькие булавочки. Аккуратненько прижмем, пусть оно все подсохнет. Пока будет сохнуть открыточка, мы берем магнит и на обратную сторону наносим двусторонний скотч. На одну сторону и на другую сторону, потому что это у нас будет открытка, а не просто магнит. На ту сторону, в которой расположен сам магнит, мы наносим белый листочек бумаги такого же размера, 10 на 10 сантиметров, как и сама открыточка. Когда детальки все приклеились, берем краску и кисточкой очень аккуратненько начинаем прокрашивать всю открытку. Когда фон у нас подсохнет, почти сухой-сухой кисточкой начинаем золото наносить поверх всей открыточки. Таким вот образом у нас проявляются и фактуры, и сами детальки, которые вы приклеивали, закрашивали. Даем легкий эффект старины. Теперь приступаем к обратной стороне. Убираем скотч и крепим к открыточке. У нас получилась необычная открытка-магнит. Ее не уберут в дальний угол, и она будет напоминать о том человеке, который ее подарил. Самый большой магнит в мире находится в США. Его мощность превышает магнитное поле Земли в 2 миллиона раза. Отметим только, что этот научный прорыв стал возможен благодаря российским ученым. и изготовлен из нашего природного материала. На этом у нас все. Все наши видео-мастер-классы вы можете найти на официальном сайте media56.ru Я же с вами прощаюсь. Встретимся совсем скоро, и я расскажу вам, как легко, просто и быстро своими руками создать уютные вещи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!